85 лет отделяют нас от того знакового дня, когда был подписан Пакт Рериха. Поистине уникальная общественная инициатива представителя русской культуры, археолога, этнографа, историка Николая Рериха. В середине 30-х годов 20-го века, при чувстве неотвратимой Второй мировой войны, он смог совершить, казалось бы, невозможное – объединить прогрессивную мировую общественность вокруг идеи создания специального документа – международного договора, который бы брал под охрану культурное достижение человечества. Время идет, и начатое почти 9 десятилетий назад дело продолжают работники культуры. Они не только охраняют историческое наследие, они дают ему новую жизнь благодаря своему творчеству и талантам. Это, наверное, такой праздник, день, когда вообще можно говорить о культуре в очень широком смысле этого слова. Потому что культура – это вообще вся жизнь. Это и образование, и воспитание, и нравственность. Это все то, что касается человека, именно только человека, никого больше на этой земле. И мы, наверное, должны постоянно помнить о культуре, постоянно изучать культуру. В том числе, конечно, и изучать культуру нашего города и нашей страны. Это очень важно, потому что это дает нам, в общем-то, право считаться человеком, человеком культурным. Задачи современных работников культуры несколько видоизменились и дополнились. Теперь они организаторы различных мероприятий и праздников, участники фестиваля и вернисажей. А на ближайшие несколько недель – специалисты удаленных профессий в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Массовые мероприятия отменены, но работа не прекращается. К сожалению, вот сейчас скорректировало время, пока не в нашу пользу. Пока у нас идут только выставки. Но мы все равно, как только это будет возможно, покажем все, что мы готовили. Потому что у нас очень есть серьезные программы, посвященные 75-летию Победы. 9 мая, значит, мы готовим сейчас все-таки в другом формате это мероприятие. Оно все равно будет. Будет конкретный, такой замечательный, красивый салют, который могут все люди посмотреть, конечно, из дома, даже с балкона. Ну и, конечно, в дальнейшем сейчас мы готовим в другом формате 22 июня. Это наш день памяти и скорби. Кстати, уже ко дню города работники культуры областного центра представят брещанам книгу о фестивальной жизни. Многие мероприятия здесь с грифом «Эксклюзив». Все работники культуры, все творческие люди, мы решили совместно написать книгу. Называется книга «Брест фестивальный». И посвящена она всем тем фестивалям, которые проходят в городе Бресте. Тем, которые давно проходят, такие как январские музыкальные вечера или белые вежи, и те, которые были один раз. Надеюсь, что и дальше они будут. Это такие, как книжный шкаф, такие, как фестиваль конкурса детского экслибриса. Так что, как только эпидемиологическая обстановка станет благополучной, сюрпризы не заставят себя ждать.